И рассказывать, как искать, как попытаться, по крайней мере, выяснить предназначение ребёнка. Рада, подожди, ещё не пора. Видите, она уже все хочет, поэтому очень легко определить, потому что ребёнок будет хотеть всегда всё. Нашли тут немножко денег, побегали по квартире. Она уже пытается к ним подобраться. Одна из моих мини-библиотечек. Что у нас тут есть, я даже не знаю. Всё готово, Рада уже просто мечет и рвёт. Собирается туда добежать. Рада, иди сюда. Будем твоё предназначение искать. Рада уже готовится к съёмкам. Давайте сядем так, чтобы Рада было видно. Итак, друзья, привет-привет. Рада вот играет своими игрушками и даже не знает, что сейчас будет решаться её судьба. Рада. Это была, конечно, шутка или полушутка. И сегодня у нас будет полушуточное, полусерьёзное видео. Мы будем и рассказывать, как искать, как попытаться, по крайней мере, выяснить предназначение ребёнка. Или, по крайней мере, его предрасположенность. И плюс мы будем на примере это показывать. У нас есть вот пациент подопытный кролик, так сказать, подопытная Рада. Раде сейчас уже 14 месяцев. Но вообще это делают обычно, когда ребёнок совсем маленький. Только ещё еле-еле ползает. Ну, хотя, в принципе, уже нормально в этом возрасте. Она при этом особо не понимает, для чего эти предметы все нужны. Сейчас уже буду рассказывать, что это и о чём. Короче, есть такой ритуал. Его используют во многих странах мира. Многие и религиозные, и нерелигиозные люди. Сейчас она стоит уже. Рада у нас ради 14 месяцев. Это будет у нас новый бонус, да. Мы будем сегодня смотреть, к чему будет Рада стремиться предположительно в жизни. В общем, этот ритуал делают многие. Народности, религиозные группы и так далее. Буддисты делают, делают те, кто занимаются ведами. В Индии практически очень многие семьи делают. Также самураи. Это было распространено вообще во всех этих дальневосточных, так сказать, семьях, учениях в Индии, Китае, Японии. Смысл твоего ритуала очень простой. Нужно взять ребёнка. Ребёнок у нас есть. И взять ещё, грубо говоря, пол, какое-то полотно. Чуть-чуть приберём тут, Рада. Бегала. И тут мы разложим различные группы вещей. В Индии вообще вот по ведам и так далее, по многим таким вот учениям считается, что есть самые основные это 4 касты. Это можно сказать определение предрасположенности по кастам. Можно сказать определение предназначения. Но это больше именно какие чакры, типа у ребёнка больше активизированных, чему ребёнок больше стремится в жизни. То есть они... Габель спрашивает, а не рождаются ли сразу в Индии? Вот в кастах. Я говорю, в принципе, сейчас так происходит. Но вообще, на самом деле, изначально всё-таки может родиться и дурак, и говорится, в семье умных, в семье всяких профессоров, в семье учёных, в семье священников. И при этом может родиться, соответственно, умный, одарённый ребёнок, который там любит читать и так далее, в семье рабочих. И ничего в этом нету такого страшного. И у славян так как раз и было. У славян постоянно переходили из касты в касту. Не было никакой проблем. Просто стояли по предрасположенностям ребёнка. Что мы будем делать? Соответственно, не было вот каких-то таких заморочек, так сказать, что вот если ребёнок в такой семье родился, то всё. Но с другой стороны, опять же, ребёнок, который родился в семье священников, скорее всего, у него больше процентов быть тем же там священником, чем у ребёнка, который родился в семье землекопов. В общем, будем смотреть сейчас. Рада тут уже радуется, бегает. И мы сейчас будем её эксплуатировать. И показывать вам, как делать во многих странах. Сейчас покажу, ещё раз объясню, в чём состоит идея. Итак, друзья, способ определения вообще максимально простой. Рада пытается постоять, что мы там спрятали, когда убирали под. Вот, и смысл в том, что вот где сейчас Рада, мы разложим несколько групп вещей. Где-то 4 или 5 мы разложим. Обычно разложивали 4 группы. В принципе, если вы хотите сразу определить там какое-то предназначение, можете прямо выставить даже и побольше. Но в среднем всегда традиционно было 4. Обычно с одной стороны, вернее, одна группа вещей, это что-то типа рабочего. Хотя в рабочие входят и творческие профессии в данный момент. То есть это от каменотёса до фотографов, программистов и так далее. То есть профессии, которые и творческие при этом, но они не связаны ни с администрированием, ничего. То есть это просто человек сам делает что-то. Даже певец в это входит. Это получается первая каста рабочих обычно. Вторая каста считается каста людей, которые любят зарабатывать. Это сейчас большая половина общества, как вы понимаете. То есть тут будут лежать деньги, скорее всего, во второй кучке, так сказать. В третьей кучке обычно воины. И в четвёртой так называемые брамины, священники и так далее. То есть все, которые вы знаете, монахи, учёные, юристы, в основном все принадлежат четвёртой касте. То есть те люди, которые обучают учителя часто, именно по призванию. Вы четвёртой. Рада, не кричи. Это супер честные люди и учёные, которые хотят изучать что-то. Опять же, духовные учителя. И третья, я уже сказал, обычно это воины. Это было вообще ещё очень распространено у самураев и так далее. Видите? Рада уже делает. Только она не той стороной её делает. Вот так вот будет правильнее. Но и всё равно нравится другой стороной. Вот, и третья, я уже сказал, это будут воины, но мы, скорее всего, сделаем третью, четвёртую и пятую. У нас будет воинов, мы чуть-чуть разделим от спортсменов. Мы ещё сделаем, скорее всего, третью кучку спортсменов, четвёртую воинов, потому что воины сейчас, это не то, что понимают современно. То есть воинов обычно объединяют спортсменов, но это неправильно. Потому что воины, это были как раз администраторы, чиновники и так далее. Те, кто рвутся к власти. То есть идёт примерно работа, деньги, власть, будет у нас спорт, потом власть. И потом, соответственно, идёт обучение, монашество и так далее. Чтение книг постоянно, изучение. И, соответственно, Рада уже выбрала пока что центральный путь, но там ничего нет. Кроме её этого, да. Да, ближе к высшей касте пока что. Но мы сейчас придумаем какие-то ей штуки, чтобы она смогла выбрать уже по-настоящему. Разложим тут и определим, что она хочет. Пока что она хочет вот почитать и свою эту штуку, гримелку поделать. Собственно, всё, друзья. Сейчас Габель поменяет памперс Раде. И мы приступим, будем раскладывать её вещи. Рада уже хочет. Я только что достал первую часть наших экспонатов. Рада, подожди. Ещё не пора. Видите, она уже все хочет. Поэтому очень легко определить, потому что ребёнок будет хотеть всегда всё. Но нужно определить смысл, определить, что ему больше всего нравится. Итак, друзья. Первое. Первое. Это профессии, как я уже сказал. Это когда человек хочет быть рабочим. Любые профессии. От творческих до нетворческих. Итак, у нас есть вот такая вот штука. Неизвестно, как она называется. Уровень, это, наверное, называется. У нас есть плоскогубцы. У нас есть фотоаппарат. И у нас есть ноутбук. И этого, я думаю, хватит, чтобы понять, чтобы её заманить. Это всё Рада любит. Поэтому это всё будет вот тут вот находиться с одной из сторон. Можно разделить. Творческие профессии от нетворческих. Итак, друзья, мы нашли тут немножко денег. Побегали по квартире. У нас есть немножко украинских денег. У нас есть немножко бразильских реалов. Вот по 50 реалов. Это довольно много. Денег долларов 30. 10 евро нашли. И 10 долларов. Что-то так у нас уже не осталось. Мы в последнее время, да, обеднели. Поэтому пока так. Но я думаю, что этого хватит Радди. И она точно и хочет, как вы видите. Так что, друзья, это будет вторая кучка. Мы пока их спрячем, чтобы Рада их не украла раньше времени и не порвала. И всё. И будем искать третью кучку. Спортивную. Итак, друзья, мы набрали ещё предметов. Мы точно знаем, что Рада их хочет. Всех. Вон, она уже пытается к ним подобраться. Получается, вот такой вот мой кубок какой-то. Это я в 2006-м побеждал на каком-то чемпионате по карате, наверное. И кабудо. Я побеждал по кабудо. Соответственно, вот такой вот кубочек. Потом у нас есть вот такая вот кабаса. Это часть музыкального инструмента капуэра. У нас есть такой вот мячик и скакалка. Всё просто. Можно дать мячик для Радди. И, собственно, всё. Это у нас будут третьи кучки, которые относятся к спорту. Итак, друзья, у нас тут всего два предмета. В кучке, которая будет называться типа воинское искусство. Вот. Это получается бакен. Он идёт из красного дерева. Или из дуба, я уже не помню. Мне делали его на заказ. Я уже давно и не пользуюсь. Но такой вот. Это симулятор, так сказать, японского меча. Видите, он изогнут. И плюс у нас ещё есть такая палка. Называется дзё. У нас ещё есть и другие. Джо, это три четверти от шеста. У нас ещё есть шесть и так далее. Но это всё не поместится. У нас ещё есть другое оружие, но мы не будем его показывать. Плюс ради мы не будем давать ни ножи, ни пистолеты, ни всё остальное. Поэтому... Эпо, что это будет хорошо, да? Да, поэтому, собственно, остановимся пока на этом. Рядом со спортивными снарядами хватит этого. Итак, друзья, одна из моих мини-библиотечек. Что у нас тут есть, я даже не знаю. У нас тут есть даже библия, я вижу. Возьмём, наверное, библию мини. Что у нас ещё есть? Занимательный мир физики. Пусть будет ни одной библии жив человек, как говорится. Сейчас мы достанем мир физики. Вот такая вот книжечка. Пусть будет ненаучная фантастика. Что у нас тут? Ещё есть искусство войны не будем брать. Чинь-си чудотворцы тоже не будем брать. Короче, куча всего. Даже Брюс Ли. Сам учитель португальского языка. Короче, непонятно. Сейчас мы придумаем. Вот у нас есть кришнаизм. Что у нас тут? Буддизм. Отлично. И спортивный массаж. А таки? Ладно, не будем. Короче, что-то начало падать. Ладно. Хватит этого. Да, ещё точно. Возьмём сам учитель португальского языка. Если что, рады будут учить языки. Опять что, я подаю. Погай сюда. Погай сюда. Где они купили проигрыватель? Проигрыватель. Проигрыватель. Итак, друзья, всё просто. Занимательный мир физики. И изучитель языков. Изучатель. Тут сам учитель португальского. Но это не важно. Будут учить языки. И три религиозных относительных книги. Браминских. Новый Завет. Молитвенный. Молитвенник буддиста. Видение Будды. И учение Господа Капилы. Сына Двахути. Вещь, ботали até alguém лур. Ла не там лур на Индии. Габельгед, видите? Уже кого-то показывают белого тут. И в Индии таких даже людей практически нету. Это явно славянские брамины. В общем, интересная книжка. Почитайте как-нибудь. Не знаю, почему она так. И сейчас мы, собственно, это все разложим. Итак, друзья. Последний. Предпоследний. Не так далеко от другого. Видите, Рада уже рвется. Деньги. Что-то все, да, близкого-то получилось. Сейчас это мы немножко разложим. И все, да, что у нас еще было? Я уже не помню. Еще мячик был. Сейчас мы чуть-чуть это разложим. Эта штука тоже считается. Так, давай. Так, gente, assim, Мусилий меня arrumал. Agora vamos só esperar. Смотрим, что Рада сейчас подберет. Поехали. 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 Все готово, а Рада уже просто мечет и рвет, собирается туда добежать Рада, это очень много вариантов Будьте, ты мастер Как ты думаешь, что она будет убрать? Я думаю, что она будет убрать Рада, видите, она не может определиться в последних трех Сейчас мы будем спокойно, посмотрим, что она будет делать Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова